Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Мы озвучиваем Новый Завет, толкование блаженного профилакта. Это наше издание. Вот я показать хочу, чтобы вы видели. Каждая книга, 752 страницы. Полное толкование на весь Новый Завет от Матфея вместе с Откровением. Вместе с Откровением, чтобы вот она, видите, как первый, второй, третий томат. Это впервые за 2000 лет вышло такое. Ни в Западной, ни в Восточной Церкви этого не было. Толкователи доходили евреям, и на этом конец. Ну и кроме того, мы постарались украсить. Вот, намелованной бумаги, без обрезов, без полей. 230 иллюстраций Гюстава Доре. Это Господь так позволил сделать. Ну и вот еще пока есть. Каждый день почти отсылаем. Кераш-то очень маленький, но очень удобно пользоваться. Итак, 14 ролик. Это Евангелие от Луки, глава 13. Лука 13, 1, 5. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновни были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Толкование. Иуда галилеянин, о котором тот же самый евангелист упоминает в Деяниях 5, 37. Будучи сам сведущ в законе, убедил многих и иных галилеян пристать к своему учению. Учил же он тому, что никого из людей, ни даже самого царя, не позволительно именовать Господом. Ни в буквальном смысле, ни в смысле почтения и благоговоления. Отсюда многие из них за то, что не называли кесаря Господом, жестоко были наказываемы. Они учили еще, что не должно быть приносимо никаких жертв, кроме заповеданных Моисеем. Почему они возбраняли жертвоприношения за кесаря и за римский народ? Вероятно, в негодовании на это Пилат приказал заколоть всех галилеян при тех самых жертвоприношениях за римский народ, которые были ими воспрещаемы. Поэтому кровь смешалась с кровью жертв. Об этом, как происшедшем из-за благочестия, некоторые доложили спасителю, желая узнать его мнение об этом предмете. Ибо некоторые думали, что они пострадали весьма справедливо, как грешники, так как они были виновниками возмущения и возбудили у Пилати ненависть к иудеям. Ибо их сопротивление называть кесаря Господом было простираемо на весь народ иудейский. Спаситель не отрицает того, что они грешны, но не говорит и того, что они пострадали так потому, что грешнее прочих непострадавших. Но если и вы не покаетесь, если не перестанете возмущать и возжигать внутренние междоусобия и не поспешите умилостивить Бога делами, то подвернитесь еще худшей участи, ибо не следует под предлогом благочестия снискивать себе славу и между тем возбуждать внутренние мятежи. Башня, упавшая в селаме, была предуказанием на то, что умело впоследствии случиться с этим народом. Примером немногих тогда погибших она вразумляла многих, что и они потерпят большее зло. Большое. Большое зло, ибо башня служила предизображением целого города, а те погибшие 18 человек целого народа. Действительно, когда город пал от тита, тогда вместе с ним погиб и весь народ, упорный в неверии. Это должно быть для нас уроком при всех ежедневных случаях. Если некоторые падают, тогда как мы остаемся без искушений, то сие не должно служить для нас поводом к совершенной беззаботливости, будто бы мы остаемся без искушений, потому что праведны. А напротив, мы должны более вразумляться, потому они наказываются, чтобы мы улучшились. Если же мы не исправимся, то горя наше будет больше. Лука 13, 6, 9. И сказал с ее притчу, некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Толкование. Смоковница есть народ иудейский, производящий одни только горькие листья, а плодов не приносящий. Стоял он в винограднике Божием, то есть в церкви иудейской. Домовладыка Христос приходил и искал в иудеях плода веры и добрых дел, но не нашел. Приходил он по три срока, раз через Моисея, в другой через пророков, в третий сам лично. Наконец, поскольку, несмотря на все это, иудеи не покаялись, Христос отсек их от любви Божией. Ибо они уже не называются народом Господним и людьми святыми, но вместо их введены язычники, могущие приносить плод. Матфея 21, 43. Под смоковницей можно разуметь и все человечество, под домовладыкой Бога Отца, под виноградарем Сына Божия, явившегося во плоти, для того, чтобы приложить попечение и очистить наш виноградник. Христос не позволяет срубить эту смоковницу, как бесплодную, говоря Отцу, оставь ее и на этот год. Если люди не улучшились через законы пророков и не принесли плода покаяния, то я еще напою их своим учением и страданиями, и, может быть, они принесут плод благопокорности. Если же смоковница не принесет плода, то после срубишь ее, отвергнув их от участи праведных. И каждый из нас, в частности, есть смоковница, посаженная в винограднике Божием, то есть в церкви, или, просто сказать, в здешнем мире. Бог приходит искать плода, и если находит тебя бесплодным, повелевает тебя исторгнуть из здешней жизни, но виноградарь может пощадить. Кто же этот виноградарь? Или ангел-хранитель каждого, или сам человек, ибо каждый сам для себя есть виноградарь. Часто, подвергшись смертной болезни или иным опасностям, мы говорим, Господи, оставь и на этот год, и мы покаемся, ибо это означает окопать и обложить навозом. Душа окапывается, когда она отрисает в себя пыль житейских забот и делается легкой. Она облагается навозом, то есть теплотой жизни, бесславной и всеми презираемой. Ибо когда кто для спасения души оставляет славу и решается на жизнь бесславную, тогда это называется обложить душу навозом, чтобы она принесла плод. Если принесем плод, то хорошо, а если нет, то Господь не оставит уже нас в своем винограднике, но исторгает из здешнего мира, чтобы мы не занимали напрасное место. И кто видит грешника долго живущим, тот сам портится и делается хуже. И таким образом оказывается, что грешник сам не приносит плода и препятствует другому, который мог бы принести плод. Если же он будет исторгнут из здешней жизни, то видевшие по посещению его, может быть, придут в чувства, переменятся и плод принесут. Разумею, пожалуй, по тремя годами и три состояния возрастов. Отрочество или юность, которая считается до 18 лет. Мужество или состояние тех, кои начинают уже сидеть. Поэтому, если мы и на старости в этот третий год не принесем плодов, и если нам еще попущено будет жить, чтобы обложить себя навозом, через восприятие бесславной жизни ради Христа, а мы и опять со лжем, тогда Господь уже не пощадит нас, но срубит, чтобы мы не занимали землю напрасно и при том с вредом для других. Лука 13, 10, 17 В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, которые должно делать. Вы те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дождь Авраамову, который связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Толкование. «Быть может, сатана мучил ее, потому что она оставлена была Богом за какие-нибудь преступления. Ибо он, когда попускается ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятности телам людей». Иов 2.6.7 «Он и вначале был виновником того, что мы лишились нетления, в котором были созданы премудрость 2.23». «И что мы соединены теперь с телом, болезненным и способным к недугам? Такова благость Господа, и так он помиловал создание свое». А сатана, сначала связавший женщину в досаде на ее освобождении, так как он еще более зла желал причинить ей, связывает с завистью начальника синагоги и его устами хулить чудо. «Так он везде противится добру. Ибо душа бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только о житейском и не помышляет ни о чем небесном или божественном. Ужели не скорчен тот, кто, будучи привязан к земле и постоянно согрешая, нарушает заповеди и не принимает будущего века?» Лука 13.18.22. «Он же сказал, «Чему подобно Царствие Божие, и чему подоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, «Чему подоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Толкование. «В Царствие Божие есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилось оно в душах человеческих. Как горчица на вид мала, а силы имеет много, так и учение евангельское многие презирают и считают глупостью. Но если человек примет оно и посадит в саду своем, то есть в своей душе, то оно дает большое и ветвистое дерево, и птицы небесные, то есть люди, желающие парить к горнему, укрываются в ветвях его. Ибо возвышающиеся над земным успокаиваются в ветвях проповеди, то есть в пространных помыслах. Например, «Павел принял зерно, небольшое оглашение от Анании, но, посадив это зерно в удобренном своем саду, произвел ветви, то есть обильное и доброе учение». Деяние 9.17.22. «И послания, в коих укрывались высокие по уму и мудрости, прежде колебали всяким ветром заблуждения, например, язычники, подобные птицам по причине удовопреклонности их ума, в какую не есть сторону, способности к обольщению и по причине большого легкомыслия, ибо все таковые заблуждающиеся, подобны птицам небесным, то есть воздушным». Божественное учение подобно еще закваске, которую, взяв женщина, то есть человеческая природа, положила в три меры муки, то есть в тело, душу и дух. Так что все осветилось, как говорит блаженный Павел, 1 Тимофея 4.5. «И стало одним тестом через общение с Духом Святым. Под женщиной можешь разуметь душу, под тремя мерами три ее силы, разум, сердце и волю. Кто в эти силы скроет Слово Божие, тот сделает оные совершенно духовными. Так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но вскиснут и уподобятся Слову Божию». Комментарий Игнатия Лапкина. «Одного этого толкования феофилакта достаточно, чтобы убедить любого, самого упорного православного батюшку, что он не православный, если не исполняют того, что здесь написано. А написан здесь приговор современному православию, превратившемуся в бесконечное обрядоверие и суеверие. Проповедь Слова Божия возможна только там, где есть любовь к Богу, любовь к людям. Священники самоустранились по благословению архиерея от любви и решились с народом изъясняться в символах, жестах, мимике. То, что мы сегодня видим, как священник общается с народом, что совершается в храмах, это не имеет никакого отношения к тому, что заповедал Иисус. Не только каждая строка священного писания, но и толкование святых отцов вопиют, облечают современных пастырей, что они не наемники, а люди, которые творят волю свою, волю архиерея и патриарха, и не знают ни Бога, ни Слова Его, ни евангельской веры, ни православной веры. В Царстве Божие есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилось оно в душах человеческих. Нет конца перечню тех атрибутов, притом важных, как считается необходимых. Нет конца тем святыням, которые придумали православные искусники-пустыножители. И все это только для того, чтобы изменить Слово Божие, чем-то заполнить этот вакуум. Древние иудеи, даже вошедшие в Церковь Христовую, все время навязывали свои плотские законы и закон Моисеев в новозаветной церкви из язычников. Иудеи никак не могли смириться с тем, что Христос достаточен сам по себе для спасения, без субботы и без обрезания. Плотской, невозрожденный человек сам по себе исключительно мелочен. Он не может представить цельную картину и ход развития Церкви. Замысел Божий в отношении человек, что все и во всем Христос. Плотской человек из тысячи маленьких, кавычках, святых дел, пишет свою биографию, считая, что в его активе все это необходимо и не будет лишним. И дьявол это отлично знает и не препятствует. При коммунистическом сатанинском режиме были назначены специальные сатрапы, уполномоченные по религиозным культам, чтобы создать лояльные отношения Церкви к государству. Царствие Божие есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилась она в душах человеческих. Следователи на допросах говорили проповедникам, кавычки открыты, что вы лезете к людям со своей проповедью. Верили бы, как моя бабушка, и никто бы вас не трогал. Она ходит в Церковь, исповедуется и причащается. У нас это разрешено. У нее нет никакой Библии, и ей этого достаточно. У нее есть иконки, которые стоят в шифоньере. Прекратите эту агитацию, иначе мы вас сотрем в порошок. Вы совращаете своей проповедью людей и не даете им быть активными строителями коммунизма. Но архиепископ Феофилакт на основании всех святых отцов учит далеко не так, как учили уполномоченные. И как учат сегодня батюшки, в Царстве Божие есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилось оно в душах человеческих. Божественное учение, подобно еще закваске, три ее силы – разум, сердце и волю. Кто в этой силе скроет Слово Божие, тот сделает оно и совершенно духовными, так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но вскиснут и уподобятся Слову Божию. Лука 13,23-30 Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня! Все делатели неправды!» Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием, «И вот, есть последние, которые будут первыми, а есть первые, которые будут последними». Толкование. «Спасающихся мало, потому что узкие врата не могут вместить многих. Хозяин дома есть Господь, Он всех людей созывает к насыщению и наслаждению неистащимыми благами. Те, кои рачительны, стараются войти прежде часа самого обеда. А для ленивых и приходящих после часа обеда двери затворяются. Час же обеда – что иное, как не жизнь настоящая. Она есть поистине время, самое отличное для приготовления к духовному насыщению. Когда хозяин дома встанет, то есть воскреснет на суде, и затворит двери, то есть путь добродетели, по которому нельзя идти, по отходе из здешней жизни, ибо путем добродетели мы можем ходить только в здешней жизни. То хотя жившие здесь нерадиво станут стучаться в двери, ибо тогда только с бесполезным покаянием поищут они пути добродетели, призывая он их голыми словами, без дела, как бы какими ударами и стуком. Но хозяин дома по праву, заперев двери, примет вид, что и не знает, откуда они. Справедливо так поступит он, потому что они от дьявола, а Господь знает своих. 2 Тимофея 2.19 Христос от них по плоти, Римлянам 9.5 И с ними ел, и пил. Впрочем, слова «мы ели и пили пред тобою» можно разуметь и в высшем смысле. Совершая законные богослужения и принося Богу кровавые жертвы, израильтяне ели и веселились. Слушали они в синагогах и чтениях книг божественных, и через пророков, без сомнения, Господь же учил. «Ибо пророки не свое учение предлагали, но возвещали Слово Божие. Почему и говорили они? Так говорит Господь» Исайя 56.1 Иеремия 2.1.5 Иезекииль 3.27 «И мы не едим ли божественное тело, и не пьем ли кровь Божию пред Ним, ежедневно приступая к божественной трапезе, и не учит ли Господь на улицах в душах наших? Но нам не будет никакой пользы, если мы будем только слушателями божественного закона, а не исполнителями» Римлянам 2.13. Напротив, слушание послужит для нас причиной больших мук, подобно как и причастие божественных тайн, поставится в осуждение. Иудеям особенно неприятно было слышать, что иные из язычников будут покоиться с Авраамом и другими предками их, а они будут изгнаны вон. Идут слова «еси и к нам», когда мы делаем несообразное с верой, ибо и мы хвалимся законом Христовым, «но потом попираем его, когда приступаем оный, а потому, хотя мы окажемся первыми, как принявшие Христа и его учения с самых пеленок, но будем последними, потому что язычники, уверовавшие при конце своей жизни и богоугодно пожившие в остальное время, будут поставлены выше». Лука 13, 31-33 «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, сей изгоняй бесов и совершай исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». А впрочем, «Мне должно ходить сегодня, завтра и в последний день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Толкование «Проклятые фарисеи, снедаемые завистью, пытаются устрашить Господа и угрожают Ему Иродом. Они не желали видеть Его, творящим чудеса, чтобы Он множеством знамений не привлек к себе народ и силой учения не обратил его к себе. Иоанна 11, 47, 48. Они выставляют предлог Ирода и принимают вид заботливости о Спасителе. Но Он, зная сердца их, по обычаю своему, отвечает им кротко, прикровенно и говорит, «Скажите этой лисице». Поскольку они, фарисеи, говорили Ему, «Выйди, ибо Ирод хочет убить тебя», «И говорили это в Галилее, который управлял Ирод, то Он объявляет им, что и при сильном желании Ирода нельзя ему убить его, ибо Ему определено пострадать не в Галилее, но в Иерусалиме». «В Иерусалиме заседали разбойники, фарисеи и книжники. Невозможно было владыке пророков погибнуть в ином месте, как не в месте сих разбойников, ибо они, привыкнув проливать кровь, рабов убьют и Господа». Лука 13, 34, 35. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели? Се, оставляется вам дом ваш пуст, сказывая же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне!» Толкование. Он также воззывает прелюбодейную синагогу, как бы какой возлюбленный, презираемый своей возлюбленной. «Ибо я столь возненавидел ваши лукавства, что и храм не называю моим домом, но домом вашим, ибо доколе между вами жила добродетель, тогда храм был мой». «А когда вы и его осквернили, сделали его местом торговли и пещеры разбойников, занимаясь в нем многообразной торговлей и убивая друг друга из любостяжания, ибо это дело разбоя, подсиживать брата и отнимать его собственность, так делают разбойники. Они нападают на путника и потом отнимают, что у него есть. «Итак, когда вы сделали храм пещеры разбойников через разные торговые сделки, которые вы производили в нем, в доме молитвы, то он уже не мой дом, но ваш». Под домом можешь разуметь не только храм, но и весь род иудейский. Ибо Писание иногда и род называет домом. Например, «Дом Левиин, благословите Господа!» Псалом 134, 20. «Поскольку и здесь можно разуметь так, дом, то есть род ваш, оставляется мной». Подобно, как и в другом месте говорит через пророка, «Оставил я дом мой, оставил наследие мое». Здесь домом называются израильтяне, указывают на второе пришествие, «Ибо тогда и против воли исповедуйте вас Спасителем и Господом. Только не будет им никакой пользы, когда он говорит, что не увидите меня отныне. То не тотчас обозначает, но время после креста». Он как бы так сказал, «С того времени, как вы распунете меня, вы уже не увидите меня, пока не приду во второй раз». Все. Две минуты как-то не дошло. Короче, всё. Продолжение следует...